Приветствую вас, мои дорогие! За окном снег, холодно, ветер, а у нас с вами в доме тепло и уютно. Итак, сегодняшний показ мы снова начинаем с весны из вот этих чудесных тарелочек от Лены Лю. Я снова увидела в интернете тарелочки этой серии, две первые, которые первые мои коллекции увидели в прошлом видео. Но я снова увидела вот эти потрясающие вьюночки, и там продавался лот из четырех тарелочек. И я решила, что пусть у меня будет вот такая небольшая коллекция. Вот Morning Glory Garden. Вот эти цветочки все знают очень хорошо. Morning Glory, те, что распускаются по утрам. Они, кстати, как раз растут возле нашего дома, обвивают наш забор. Жду, не дождусь, когда я увижу их вживую. Вот, и чудесные лилии. Конечно, они тоже цветут летом у нас. Очень люблю эти цветы. И вот, наверное, вот Лена Лю, она передает вот всю красоту американской, и не только американской природы. Вот, пожалуйста, сад лилий. Называется тарелочка, 96-го года. Несколько серий. Вообще, надо будет посмотреть в интернете, какие еще серии представлены. И вот у меня есть место в гостиной. Я думаю, что, может быть, там я поставлю вот эту. Будет целая серия тарелочек от Лены Лю. Вот такая у меня задумка. Но потом вам покажу. Вот, ну и две другие тарелочки. Розы. И вот эти, я не очень знаю, как они называются, фиолетовые. Но розы просто чудесные. Вот эти вот бабочки. Вся вот эта детулировка, рельефность. Ну, молодец. В общем, очень талантливая художник. И надо сказать, она не только талантливая, но и коммерчески успешная, что немаловажно. Не нужно просто быть как бы хорошим художником или талантливым. Нужно еще уметь это все продавать. И, видимо, ей это удалось. Она очень такая вот коммерчески успешная и коллекционная такая леди. Да, опять же, сады роз. Называется тарелочка 96-го года. Там даже limited edition, да, close forever. Она закрыта. То есть производилась до 13 апреля 96-го года и закрыта навсегда. Чудесные просто розы. Вот. Ну, а на этой тарелочке изображены великолепные клематисы. Фиолетово-розово-белые, да. Такое вот великолепие. И снова нежно присела бабочка. Боже, когда же мы дождемся весны? Скажите мне, мои дорогие. Ну, вот. Оборотка, клематис Гарден. Одиннадцатое издание. То есть там было довольно много изданий, да. Закончилось в апреле 97-го года. В общем, надо поискать. Но я в интернете вот как встретила вот эти два лота. Как бы в прошлый раз две тарелочки. И в этот раз четыре. И вот пока больше не вижу. Хотя хотелось бы, да. Я думаю, эти тарелочки были бы украшением любой квартиры. Вот. Ну, и из покупок на этой неделе. Бижутерных покупок. Значит, вы видите на своих экранах сбывшуюся мечту. Хотя Новый год уже давно прошел. Но вот как раз его в самом разгаре Нового года я увидела в продаже вот такую брошь от компании JJ. Она раскрывается. Такая вот интересная, необычная. Стоила она 100 долларов и была уже продана. И тогда я подумала, боже, какие чудеса. Как я хочу эту брошь. Как бы мне хотелось иметь ее в коллекции. Вот так вот подумала, погоревала. Ну, конечно, 100 долларов за нее дороговато. Вот. И забыла. И вот, когда я наконец-то увидела ее в интернете за 17 долларов, радости моей, конечно, не было предела. И вот напоминаю зрителям, что это уже брошь от AJC. Что были, были раньше вот такие броши, книжечки. Если у кого-то есть еще какие-то, пожалуйста, говорите. Какие еще бывают? Я знаю, что есть, по-моему, стиральная машина открывающаяся. Там всякие другие прикольные броши. Вот эта брошь очень актуальна сейчас. До налогов, после налогов. Сейчас как раз время. Вот. И давайте поставим их туда. Да. Вот пока там будут красоваться. Вот. Ну, а мы с вами переходим к обзору бижутерии. Немногочисленной на сегодня. То есть я показываю вам за неделю, что какие находки пришли. И вот эта вот чудесная фарфоровая брошь. Оборотная сторона, конечно, не радует своим перфекционизмам. Но гвоздики просто великолепные. Я думаю, это ручная роспись. Там даже есть подпись автора. Не смогла толком разобрать. Мэри, да, что-то. Томас Мэри. Вот. Но тем не менее. И следующая находка. Вот такая вот дамочка. Этот сюжет, конечно, многим знаком. У многих есть в коллекции. Но для меня это будет как бы первая такая брошь подобного типа. Лимошь. Франция. У меня есть несколько брошей от Лимошь. Но еще пока рано как бы делать обзор. Потому что их не так много. Ну и следующая красотка из того же лота. Замечательные такие вставки из розового стекла глушенного. И каково же было мое удивление, когда я перевернула брошь и увидела там маркировку ART. Это очень редко встречаются броши с такой маркировкой. Компания. Я вам напишу потом внизу ссылочку. Историю немножко этой компании. Почитайте. Но у меня в коллекции всего была одна брошь от компании ART. И я очень рада увидеть пополнение такое в своей коллекции. Весь лот стоил всего 22 доллара. Я считаю, что это просто чудесно. Ну а эту брошь я покупала отдельно. Она мне очень понравилась. Дамочка с автомобилем. Все знают мои перипетии. Как тяжело и долго я получала права. Кстати, недавно я их обновила. Теперь у меня права до 30-го года. Так что все в порядке. Но, как говорится, для меня водить автомобиль – это как стать балериной. Но это было совершенно не мое. Но время требует. И мне пришлось подчиниться. Еще одна интересная находка на этой неделе – это вот эти чудесные бусы. Очень надеюсь, что это так называемые wedding cake. Сейчас я покажу вот их немножечко поближе. Вот так будет лучше видно. Очень надеюсь, что это не подделка. Но даже если это подделка, они настолько милые, настолько веселенькие. Так поднимают настроение, что я решила, ну пускай будут. Даже если это подделка, то хорошего качества. Это всегда чудесно. Ну и еще попалась мне вот такая шкатулочка в интернете чудесная. Вы знаете, там целая серия этих шкатулочек должна была быть. Там как бы по дням рождения. Вот это ландыши майские. Конечно же, это май. Сейчас я пытаюсь открыть. Вот, открыла. И, в общем, понравились мне, понравились. Но продавщица сразу сказала, что не работает музыкальный вот этот звук. Это музыкальная шкатулка. Но я сказала, ну все равно. Цена была очень доступная. Я говорю, ну я возьму. Но такие чудесные ландыши. А к ландышам у меня всегда особые отношения. И она была упакована, эта музыкальная шкатулка, вот в такой коробочке. Lily of the Valley. Вот здесь вот немножко информации. Это шкатулочка от Avon. Нету, да. Здесь года. My favorite things. Вот действительно. Была бы музыка, если бы она работала. My favorite things, да. Вот теперь у меня вот такая мечта отыскать все-таки эти шкатулочки. Ну, посмотрим, как она осуществится. Вот. Ну, и еще одна музыкальная шкатулочка. Мне попалась от Лены Лю. Ну, настолько чудесные. Букетик вообще милый такой. Обожаю, обожаю. Особенно сейчас в отсутствии. Называется cherished. То есть лелеять, да. Взлилеенный, наверное, так будет правильно. Floral cameos. Так. Очень приятная такая вот музыкальная шкатулочка. Ну, а вообще, мои дорогие, я хочу объявить флешмоб. Мелодии музыкальных шкатулок. Если у кого-то, если меня смотрят блогеры, я не знаю, вообще мой канал больше для зрителей, не для блогеров. Но если как бы кто-то, у кого-то есть такие музыкальные шкатулочки интересные, пожалуйста, делитесь своих видео. Ну, а зрители могут мне прислать на WhatsApp. Если кто-то хочет из зрителей поделиться своей коллекцией, пожалуйста, напишите мне в комментариях, дайте знать. Я с вами свяжусь, и я выложу ваши зарисовочки у себя на канале. Если вас такое устраивает, я думаю, все бы с удовольствием посмотрели на ваши коллекции. Еще одна музыкальная шкатулочка от Томаса Кинкейда. Просто чудо. Но и еще хочу вам сказать по секрету, мои дорогие, что флешмоб еще объявит Инесса. И там будет очень интересная тема. Фамильные сокровища в наших шкатулочках. Вот что-то в этом роде. В общем, она расскажет об этом поподробнее. Но я думаю, что это очень интересная идея. Я, к сожалению, не могу принять участие в этом флешмобе, потому что мне нечего показывать. У меня как бы не осталось фамильных сокровищ, драгоценностей с моими переездами. И, в общем, не я была хозяйкой. А у кого, если что-то осталось, то, пожалуйста, принимайте участие. Вот эта чудесная шкатулочка от Томаса Кинкейда. Обожаю, просто обожаю маяки. И вообще Томас Кинкейд считается художником, который рисует свет. Действительно, удивительная игра света и тени. Ну, а следующая шкатулочка. Ой, это одна из моих любимых шкатулок. Но, к сожалению, там не работает музыка. Вот, к сожалению, вот так вот. Но она, тем не менее, чудесна. Но она, это же знаменитая Скарлетта Хара в «Двенадцати дубах», в окружении поклонников, в своем знаменитом зеленом платье. Ой, ну вот самые чудесные мысли, когда смотришь на эту красоту. Молодость, все впереди, и радость, и боль, да. Но, дай бог, чтобы радости было больше. Вот, Скарлетт и Твелф Окс, Вильям Чамберс. Чамберс, да. Есть ли там какого года? Нет, да. Но там 150 файринг дейс, то есть это тоже редкость. Не знаю, почему сейчас не выпускают такую прелесть. Такие чудесные шкатулочки. Я не знаю, если кто-то видел в интернете музыкальные шкатулки современного производства, пожалуйста, дайте знать. А может быть, кто-то сделает видео на тему мелодии музыкальных шкатулок современности. Кто знает, кто знает? Ну, вы знаете, я займусь этим вопросом тоже. Мне прям стало интересно. Вот, ну и следующую шкатулочку вы видите тоже на экране. Это Скарлетт со своим мужем. Знаменитая сцена, где такой подвыпивший Ред возвращается домой и в охапку забирает ее наверх, да, в спальню. И после этого рождается Бонни. Вот, ну и все, шкатулочки вот в таких вот, все в таких красных ярких цветах в Атланте, да. Их особняк там изображен, но произведение искусства, а не шкатулочка, но честное слово. Скарлетт и Ред называется, опять же, тот же художник. Gone with the Wins. И, к сожалению, тоже не работает мелодия, мои дорогие. Вот, ну, такой вот недостаток изъяна этих шкатулочек. Вот, следующее. Вот, ну, эта шкатулочка наконец-то работает, но там мелодия, честно говоря, мне незнакома. Хотя написано, мелодия Скарлетта Хары, ну, может быть, вот, интересно так сделана в виде урны. Gone with the Wind. Скарлетт и Ред. Ну, вот такая вот получилась у меня мини-коллекция из таких шкатулочек. Вот, ну, а следующее. Чудесные вот эти вот розы. Шкатулочка стоила всего 10 долларов. Я считаю, что, ну, для такой росписи великолепной это просто подарок. Все наши любимые летние цветы здесь. Так, а что же у нас на обороте? Старые добрые времена, да? Старые добрые летние времена. Dog hug. И всего 90 firing days, то есть это действительно редкость. Поднимают они настроение. Вот такие вот шкатулочки цветочные. Ну, просто. Ну, и обзор моих находок за эту неделю. По-моему, улов был очень-очень неплохой. Прекрасное пополнение коллекции. Ну, мне очень нравится. Я надеюсь, что я смогла поделиться своей радостью с вами, мои дорогие. Спасибо вам большое за то, что смотрите. Ставите лайки и подписывайтесь. И еще раз предлагаю вас поучаствовать во флешмобе мелодии музыкальных шкатулок. Удачи всем. Всем здоровья. Всем всего самого наилучшего. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok